Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2568. Ваше Святейшество, сегодня в выступлении Министра Здравоохранения прозвучала мысль о том, что проблемы демографии вызваны прежде всего экономически и социальными причинами. «Согласны ли вы с таким выводом?» – отвечает Патриарх Алексей II. «Мы считаем, что демографический кризис в России нельзя объяснить только лишь переживаемыми ныне экономическими трудностями. Трудные времена бывали на Руси и прежде, но семья всегда оставалась основой общества. Всегда особое внимание обращалось на воспитание детей. Сегодня я получил записку автора, который написал, что он был в семье десятым ребенком из четырнадцати. И никакого внимания или поощрения со стороны государства эта семья, к сожалению, не ощущала. Поэтому мы будем ставить вопрос о том, что государство должно реально помогать многодетным семьям. Особого поощрения заслуживают те, кто берет на воспитание чужих детей. Надо укреплять семью. Не только экономические проблемы лежат в основании демографического кризиса. Это, прежде всего, глубоко нравственная проблема. Таково наше убеждение». Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Как какая-то игра в ответах патриарха, ни слова о смертной тоске Христа в Гефсимании, ни о его чаше страданий, ни о любви Божьей, ни о труде Духа Святого. Он говорит слова, какие говорят в комитетах по социальной защите бывшие первые секретари Компартии. Но там более ощутимо, ближе к объекту, а здесь только сотрясение воздуха и дымная завеса. Детей мало, и их убивают, потому что нет страха Божия, нет веры в возмездие. У нашей матери было 12 детей, и отец инвалид без руки с войны. И жили радостно, и веру во Христа обрели. Все зависит только от благодати призывающей и от благодати обращающей. А уж потом в храм иди за благодать ее освящающей. Но ни о чем этом патриарх не знает вопрос. Деяния святых апостолов, 26 глава, 17 стих. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Конец цитаты. И еще, у Бога все заранее вымерено, и Он знает, какие дети вырастут у Него. У негодяев и богатступников. Зачем же они нужны? Бога гневить. Вот их и уничтожает мать своими же руками. А у верующих дети живут, потому что эти дети нужны для прославления Создателя. Чем выше будет процент в отношении верующих к неверующим, тем легче будет жить. И так можно подумать. Премудрость Соломона, 12 глава, 5 стих. И безжалостными убийцами детей, и на жертвенных перах, пожиравшими внутренности человеческой плоти, и крови в тайных собраниях. И безжалостными устройствами.